В Петербурге спрашивают, а как лидерство совмещается с смирением? Когда у человека совмещаются несовместимые вещи, то это значит, что он святой. Вот, допустим, женщина, у нее сначала божественные женские качества развиваются. Вот она, разумка, женщина, что значит? У нее божественные женские качества. У нее нежность, доброта, чистота, правдивость, заботливость, скромность. Божественные женские качества. Значит, сразу это женщина. Есть божественные мужские качества. Это терпение, самообладание, рассудительность, ответственность, травмость, решимость, твердость духа, способность, щедрость. Это божественные мужские качества. Когда женщина развивает свои божественные женские качества полностью, что, ей все, больше нечего развивать? Она начинает дальше развивать божественные мужские качества. Если женщина сама по себе нежная, добрая, она может потом стать терпеливой, рассудительной, щедрой, там и так далее. И это уже называется святой человек. То же самое мужчина развил вот эти божественные мужские качества. Чем некуда развиваться, он может стать нежным, ласковым, добрым, верным и так далее. И он, когда это уже святой человек, божественные мужские качества потом развиваются божественные женские мужчины. И это значит святой человек уже. Поэтому качества все развиваются, божественные мужчины. И гордость или амбиция означает объем работы. У человека есть желания какие-то определенные. Это они могут быть гордостью или они могут быть инструментом действия. Вообще, любое желание это инструмент действия. Даже как в жизни, допустим, девушка хочет замуж. Один вариант мечтать сидеть, это желание. Хочу такого, хочу такого, мечтать сидеть. Второй вариант начать всем служить. Вот чего она хочет замуж, почему она хочет замуж? Она хочет любви, она хочет защиты, она хочет нежности, ласки, заботы. Вот и начинай всех любить, защищать, нежно относиться, ласково относиться, заботиться обо всех. Вот чего хочешь, то со мной и делай. Если ты начала это делать, то твои желания превращаются во что? В путь. Как в песне есть. Мы выбираем путь. Идем своей мечте. То есть мечта есть? Есть. Есть другой вариант. И путь выбирать, а визуализацию. Сейчас тоже все-таки, без силы. Хочу токать. Хочу. Хочу. Понимаете? Старается, хотеть изо всех сил. Без силы. И он думает, что у него лучше получится после этого. Мы выбираем путь. Идем к своей мечте. И надо не свернуть пути уже нигде. Понимаете? Вот это, что Лидер выбирает. Он выбирает путь. Поэтому, как бы, некоторые люди копаются еще в своих недостатках. «Ой, мимо, все ли Геннадьевич рассказал, у меня амбиции, я не могу с подчиненными себя правильно вести». То есть все, и понеслась, пятая, десятая, и начинает самоедство. Или других жрешь, или себя жрешь. Надо кого-то жрать. А надо на самом деле, что делать? Выбирать путь. Ну, есть у тебя недостатки, ничего страшного. Упал, встал, отрекнулся и пошел дальше. Ну, такой метод, я вам предлагаю. Не метод, что ты никогда не падаешь, а метод. Упал, встал, отрекнулся и пошел дальше. Как я в молодости на дискотеках танцевал, там 17 лет. И там песня такая была. «Стамо и паме», «Паме и стамо и паме», «Стамо 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 и паме». Вот. Вот надо примерно так вот это действовать. Вот Евгения с Москвой спрашивает. Дорогина, я работаю главным бухгалтером. В бухгалтере 5 человек. Все женщины. Среди коллег есть одна, которая сильно подавляет меня. И часто сидит с ухмылкой в мой адрес, если мы обсуждаем какой-то вопрос. То она считает себя за здоровым лидером, а я так не проходила. Как неправильно вести себя с таким коллегой? Я понимаю, что это мой психологический тренер. Сегодня вас послушаю. У меня вот есть качество из каждой категории лидера. Есть два вида политиков. Первый вид политиков – это правители. Вот все люди, которые занимаются властью, все должны владеть политикой. Что такое политика? Политика – это когда ты не полностью открываешь свои карты. Причина – потому что ими могут воспользоваться и захватить у тебя власть. То есть ты как бы ведешь себя немножечко смыслом. И немножечко людям говоришь не то, что не врешь, а скорее больше не договариваешь, проверяешь людей, изучаешь. То есть все люди, которые управляют, все управленцы должны владеть политикой. Все до одного. Если человек хочет управлять и не владеет политикой, это значит, что он однозначно проиграет. Потому что политическая сила сильнее любой другой силы. Например, у тебя есть сила власти и есть политическая сила. Какая сильнее? Политика. Политическая, потому что политики, они могут тебя дискредитировать, общаясь с другими людьми, и ты потеряешь силу власти. Какая сильнее сила, военная или политическая? Политическая. Политическая сильнее, потому что Юрий Цезарь был прекрасным воином, но политики его пригробили. И всегда во главе государства не воины стоят, а политики. Потому что воины могут какую-то часть делать, но политики делают больше. И поэтому все правители, все, кто хотят управлять коллективом, должны владеть вот этой политической силой. Допустим, вы бухгалтеры, это уже какая-то должность. И какая-то женщина вам завидует, и поэтому смотрит на вас там криво, косо. Она начинает на вас против вас настраивать людей. А вы нейтрализуете это. Есть политика грязная, есть политика добрая или чистая. Вы можете в шутку парировать ее слова. Или, допустим, говорить о ней неплохие вещи, но, допустим, описывать просто, что она делает. Вот есть чистая политика, означает, что ты, вот она, допустим, о тебе что-то сказала. А ты о ней ничего не говоришь. Ты говоришь о том, что она тебе сказала. Ну, то есть, не срываешь это, говоришь, что-то по мне так говорят некоторые люди. Допустим, тебе говорят, ты вор. Допустим, говорят, ты бухгалтер, вор. И, допустим, начальник приходит, все сидят, говорит, Мария Петровна, как бы, мы хотим вас повысить в должности. Она говорит, а мне вот некоторые люди, и смотрят на нее, говорят, что я вор. Как вы хотите повысить меня в должности? А какие люди? Ну, я не буду вам говорить прямо. И все на нее смотрят. Да, да, говорят, и улыбаются, да, и больше она так никогда не будет говорить, потому что ее так, как вы сделали в этот момент. А ты, как бы, на себя удар вроде бы берешь, никому плохого ничего не делаешь. И таким образом, потому что, когда человек вор, он так и себе говорит не будет. Либо который знает, что так можно говорить, и будет им пользоваться, как манипуляция. Вот если человека так опозорить, он уже эту карту больше кидать не будет на стол. Ну, то есть политики, они просто жужжат, и этим самым портят кому-то репутацию, падает мобильник. Падает мобильник. Вот. Это первая категория политиков. И вторая категория, люди, которые всегда будут заниматься политикой, это кто? Люди, которые в власти ищут, будут всегда заниматься политикой. Деньги предпринимателей? Нет. Но женщины, думайте, кто еще будет заниматься политикой, как всегда? Женщины, да? Женщины, это вторая категория людей, которые будут всегда заниматься политикой, потому что есть в целом два вида силы. Есть групповое давление, сила группового давления, и есть сила, сила беседы, отношений. Ну, допустим, взять, допустим, песочницу. Мальчик с девочкой играет, мальчик дал девочке лопаткой по голове, та заплатила, дальше что будет? Все девочки сбежались. Да, она пойдет, она ничего ему делать не будет, она ему лопаткой по голове бегает, она пойдет, соберет народ, нажалуется, все придут ее защищать, и мальчик сбежит из песочницы. А то еще ему их там накидают. Это что такое? Это действие, как называется? Политика. Политика. Ну, то есть, у женщин коллективный разум, у мужчин индивидуальный. Вот, допустим, мужчина поругался с женой. Если женщина сильная, в чем или как ее сила будет проявляться? С витрой будет на ее стороне, теща на ее стороне, соседи на ее стороне, собачка на ее стороне, дети на ее стороне. Кому податься мужику? Виталий убежает. На работу. А если еще две жены, так вообще так. На он поругался, они между собой мир дружат, и все, они обе ходят, их недовольны. То одна не ходит, недовольны, то две годы, а еще три жены, так три годы, они недовольны. Не очень плохо иметь три жены, гораздо больше с другой стороны. Вот это вот другая сторона отсюда, политика женская. То есть, женщин настолько сильно политически, они могут так включиться совместно против мужчины, то у мужчин нет шансов просто. Его вот эта сила физическая, или его строгость, она против женской политики вообще много. Женская политическая сила настолько мощная, она так сильно рубит. поэтому мужчинам-женщинам митигация, то есть не связывается. Женщин политическая сила, они настраивают общество, очень быстро это происходит. И когда, допустим, в обществе есть какие-то процессы, ну, нехорошие, когда противостояние есть, пока женщины не включаются туда, это все можно решить. Как только женщины не включились, они начали между собой чекать. Так все, начинается хаос, цепная реакция, и вот все истерические процессы в обществе, или коллективах, которые происходят, они не потому происходят, что мужчины что-то делают не так, они происходят, потому что руководство не нейтрализовало женщин. Есть два способа женщин нейтрализовать. Один способ это строгость, какой это доброта. Строгость это просто сказать, вот кто будет с удачей, сразу выгоняем с работы. И одну одну выгонять, там, самую главную найти, которая там, ее, и все женщины ходят вот так. Я разокаю. В Казахстане, когда в Астане читал лекции, там женщины, казашки, они очень активны до милости. И когда конфеты, я там конфеты раскидываю, у них это традиционно, конфеты не китайцы. Вот. Конфеты, мандарины, цветы, там просто все женщины с места скачивают, и бегут просто за цветами, вырывая кругу кругу, разок одной женщине даю, она берет, другая вырывает, но это чередок из двух. И они, главное, не обижаются, потому что они нормально относятся к этому процессу. И разок женщины так волнулись все, что мой стол, который я сделал, он начал меня вталкивать. И один казах-мужчина заметил, и он такой, мужчина, вот женщины, представьте, две сотни женщин ломятся, мужчина сбоку один стоит. И они все ломятся, и он такой, громко-громко, такой, сильно очень, боевой такой крик. БАК! И все такие, короче, женщины такие, раз, встали. Все. Представляете, вот так встали. Я вспомнил, вот это, как это, как петух такой. Если женщина, и все курицы такие, раз, в тот момент замираем. Такой эффект мужской силы срабатывает, если сильно, очень болевому руководителю говорит, Батя, ну то есть, не надо с удачей. Они раз, все сразу замолчали, на какое-то время хватает. Это ненадолго. Потом опять поднимаем, вот так, и пошло подворно. Пошло, поехало, короче. Вот. Второе действие, оно более разумное. Это женщин по-доброму успокаивает. Вот видишь, эффекция какой-то, кто с удачей. Раз ее поговорим с ней, ей уже неудобно будет портиться с нашим начальником отношений, потому что, если он крикнул, он сам дурак. А если он по-доброму поговорил, и ты продолжаешь, значит, ты нехорошо и уважаешь. И женщины это понимают, поэтому, если по-доброму разговаривать, с эфициентрами вот этого вот жары, воздействия, то они успокаиваются, женщины. Женщины вообще от доброты включают в разум всегда. вот женщины включают в разум всегда в доброй атмосфере. Поэтому, если женский коллектив, надо всегда с ними очень по-доброму, даже наказывать по-доброму, они всегда включают в разум женщин по-доброму. Вот, поэтому политика, женская политика это страшная разрушительная сила на любом предприятии. если у человека есть женщины в руководстве, то нужно это очень четко понимать, что если женщины выстрелят из-под контроля, впоследствии могут быть таксистатическими. Они друг друга оскорбляют, выводят мужчин тоже до белого горячего там, начинают спорить, ругаться там, и такое это вообще жестко очень. Даже если женщины, которые вышли из равновесия вас защищают, все равно ничего хорошего из этого не будет. они просто будут накалять атмосферу и все. Поэтому женская политическая сила бывает хорошей, когда женщина старшая в коллективе, вот женщина возглавляет в коллектив, единственная вещь, которой она будет пользоваться для управления это политическая сила. Женщина может управлять только с помощью политики. Сила ей не подходит, она строго, грубо, с людьми не должна разговаривать, ее не красит, это женщину сразу, репутацию женщины сразу уничтожает, если она грубо и строго себя ведет. Это broken box сразу, все, это плохая тетя, и с ней никто разговаривает, общаться ему будет, все ее будут не любить. А вот если она по-другому себя ведет, и с помощью политической силы, допустим, вот, допустим, пришел какой-нибудь подчиненный и грубо поговорил с начальницей, она ничего ему не сказала, улыбнулась, и потом он выходит, и все, короче, ее помощники на него смотрят, как на шакала, а она все равно улыбается. Вот это называется политическая сила, то есть политическая сила, это когда действие происходит опосредованно, оно не через тебя, то есть человеку в разборке делают другие люди, ты ничего не делаешь, остальные все его ставят на место, и тогда он понимает, что он ничего не сможет делать. Мужчина лучше напрямую все делает, и с помощью политика напрямую так мужчину украсть. Когда мужчина занимается политикой, это значит, что он слабый, это признак слабости мужской. А женщины, когда занимаются политикой, это признак силы. Женщина как политику делает? Она сама вписи добрые по природе. Женщины добрые по природе? Да, женщины любят людей, это их природа быть добрыми, их природа. Но они иногда из страха плохо относятся к людям. Женщина боится кого-то, она начинает к нему плохо относиться. И тогда она включает политику. Но мужчина сам по природе, по своей, он не такой добрый, как женщина. У него к людям может быть насилие проявленное. И поэтому женщина должна использовать свою доброту как силу власти. Она должна по-доброму ко всем относиться, но при этом руководитель означает все равно тот, кто должен совершать насилие. Ее насилие идет опосредованно через законы. Она правилами пользуется. Она говорит, Василий Петрович, я вас так уважаю, но смотрите, у нас какие правила. написано так нельзя делать, вы делайте. Давайте не будем так делать. Если вы будете делать, придется нас отборить телеско, фабаде, по-доброму опять. И все, и он просто по правилам, она подчиняет правилам, второй вариант управления людьми, это посредственно через помощника. Вот она с ним по-доброму поговорила, а помощнику сказала, будьте с ним внимательны, потому что он ведет себя плохо. И все помощники сразу начинают с ним серьезнее себя вести. Это женское управление. Женщинам самое главное не стать фрокин богом. То есть не стать вот такой. Это самое главное правило для женщины. А для мужчины самое главное правило не давать слабинку, не позволять никому себя унижать, оскорблять. Ну то есть вот женщина может давать слабинку. Допустим человек может прийти к ней сказать Мария Ивановна вы какая-то такая у нас не такая. И как бы она должна петерпеть? Нет. Сразу разбор кис человеку жестко его поставить на место. Потому что как вы думаете коллектив портится быстрее от того, что люди плохо работают или от того, что дискредитируют старшую. Да, вот любой дискредитатор, который дискредитирует вас, даже если он классный специалист, прекрасно просто работает, надо его очень жестко ставить на место сначала, прям откровенно. А если это не помогло, увольнять сразу. А может быть и сразу увольнять, потому что может быть его уже не поставишь. Может быть он красную черту уже перешел, а красная черта в данном случае для руководителя означает что? Означает креветар. Знаете, есть сплетни, а есть креветар. чем отличаются сплетни от креветар. Сплетни это когда говорят раздутую правду. Вот ты допустим видишь какой-то недостаток, ну куча у тебя хорошего. Говорят только о недостатке об этом, ничего хорошего тебе не говорят. Это называется сплетни. Запомните? То есть сплетни это когда человек завидомо говорит только плохое одному человеку и не говорит хорошего. Хотя у него хорошего очень много. Это сплетни. А что такое креветар? Калуш. Да. Это когда на основании того, что ты говоришь плохого о человеке, ты начинаешь сочинять и как бы наращиваешь туда еще снежную голову какую-то. Делаешь снеговика уже из этого всего. То есть снеговика ничего не было, была туча снега и ты как бы опа и уже это превратил что-то такое оформленное. Допустим, человек взял какую-то вещь попользоваться на работе. Он не хотел воровать, просто взял попользоваться. Все говорят, он взял эту вещь, а ничего хорошего они не говорят. Это сплетни. а потом дальше говорят, да он вообще вор, ворюга. А вот это уже клевета. Ну то есть из него уже его как бы личность превратили в определенную категорию. Это уже клевета. И вот когда человек клеветой занимается на работе, надо без суда и следствия с ним очень жестко разбираться. Потому что клеветники разрушают все вокруг себя. Потому что когда человек осклетничает, он еще как-то это можно как-то понять, принять. Но клевету никто понять, принимать не может. Это вызывает взрыв мозгов сразу. И все люди начинают вставать против такого понимания вещей. Ялык если на человека обешивают, а он как-то вообще не в тени. Тогда это уже клеветат. И от сплетен до клеветы очень недалеко. А сплетними занимаются практически все коллективы. Я сейчас объясню почему. Да, потому что сплетни всегда возникают из боли. Вот есть такой феномен, когда человеку больно, он видит в других людях неосознанно. Видит только то, что вызывает боль, все остальное просто не может замечать. Вот если ты что-то говоришь о человеке, скажи сначала хорошее, а потом скажи плохое. Так можно воспитывать в коррективе людей, и они из чувства долга могут так себя вести. но по сути когда кто-то кому-то сделал больно, всегда все хорошее в этом человеке не видно, а только вот это видно. И ты когда только об этом говоришь о человеке, вроде ты ничего плохого не хочешь сказать, ты просто говоришь свои ощущения, свои чувства по отношению к этому человеку. Это называется сплетень. Как ты это не оформил в своей голове, хотел ты этого, не хотел, ты по-доброму, не по-доброму не имеешь значения. Если ты не прославил человека, а говоришь о нем только то, что ты почувствовал плохое, это называется сплетень. И от сплетень до клеветы один шаг. Тебе надо просто дальше оформить свои мысли в систему и сказать, что это человек вот такой и это уже клевета. А клевета разрушают полностью отношения, потому что если на тебя кто-то повесил ярлык, слово токсичный человек это чистейшая клевета. Там то же самое сейчас у психологов так сильно развелось абьюзер там, еще там, альфонс там. Когда ярлык вешивают женщину особенно на мужиков, они замуж во-первых, сами эти психологи никогда не выйдут, а во-вторых, они разрушают семьи. Вот допустим женщине сказали на мужа абьюзер, она потом уже не может, потому что это клевета, а клевета разрушает отношения сразу. И она смотрит на свой мужик, думает, как я с ним вообще желал, он абьюзер. и все, и дальше семья разрушена. Кто помог психологу, дальше что он получит? А? С ним будут разбираться уже серьезные люди с рожками. Поэтому в теме управления и вообще отношений между межличностным столько сейчас бардака. Эти бардак создали психологи современные. Потому что вся психология должна создаваться на законах нравственности. Законы нравственности это священные законы, они прописаны Богом. А психологи выдумывают свои законные отношения, которые вообще ничего общего в законах нравственности не имеют. И внешне кажется все классным. И вот это допустим первое это уважай себя, это первая ошибка, которую психологи совершают. Вроде кажется все правильно, надо что-то лидер будет себя уважать. А потом колоссальные проблемы у человека в лидерстве появляются. Потому что если он будет из себя что-то корчить, всем будет просто противно. А уважать себя означает корчить из себя что-то. Вторая ошибка это вешать ерунки сейчас токсичный человек, абьюзер и так далее. Когда такое токсичная компания, токсичный человек, когда на человека обешивают и улыб, все, карпец сразу. Тут же это плеветар и это создает росту немедленно. Потому что никакой человек не согласится, что он токсичный. Даже особенно токсичный выпьем это не да, но нельзя человека считать токсичным, особенно видел. Тебе можно просто выпнуть человека, ты всегда имеешь право уволить, но считать и убежать нельзя. Не суди, судим не будешь, этот закон очень серьезно надо понимать, очень глубоко, особенно видел. Выгнуть можешь всегда по-доброму, судить по-человеку нельзя. Но это пропаганда вот люби себя, ты должен одно и все делать и так далее, это же делается, чтобы разрушить мразующих нет как-то, да? Нет, моя хорошая, вот это тоже так не надо думать, потому что еще хочу сказать еще кое-что. Сейчас очень популярны стали глобалистские теории различные. Это очень опасные вещи. Сейчас я вам расскажу в чем опасность. Есть три типа веры. Есть вера в благости, это вера в Бога. Есть вера в страсти, это вера в себя, вера в начальника, вера в людей и в себя, вера в страсти. И есть вера в невежестве. Вера в невежество это вера в злые силы. То, что злые силы управляют миром. Что кто-то там специально создан чтобы всех людей поубивать. Они там запланировали это все. Вот какие признаки того, что людей убивают. Пчелы начнут дохнуть. 5G интернет, пчелы дохнут, мир разваливается. Все и все это у них объединяется очень в систему какую-то. Все эти страхи. Глобальное потепление. Все сдохнут. Конечно все сдохнут. Достаточно без всякого глобального потепления. Как это один святой человек приехал в Америку из Индии. Его спрашивают у вас в Индии смертность выше, чем у нас в Америке. Какое знание вы пришли сюда давать? Он говорит я пришел сюда давать знание что смертность у всех процентов гарантии. Поэтому надо если человек реально хочет быть разумным лидером, он должен понимать природу этих всех теорий. Природа заключается в том, что сил этим миром управляет Бог. злые силы не могут управлять миром. А если кто-то не смог, то все равно это под контролем Бога делается для чего-то. И мы не должны в это лезть, это не наше дело. Есть ли маслоны, допустим, там? Конечно, есть. Есть люди, которые считают себя купом земли, что-то может у них получаться в жизни? конечно, может, потому что Бог раз таких людей создал, значит, они ему тоже нужны причины. Есть масоны, есть какие-нибудь там правители денег, то есть люди, которых очень много власти финансовывают. Есть такие люди? Есть. Могут они что-то запланировать в этом мире, чтобы сокращать популяйшем население. Могут. Но вот что нужно понять, особенно лидерам, это то, что не надо этому слишком большое значение придавать, потому что даже кронитка не шелкнется без воли Бога. Ведах есть такая история, супруга Господа спросила его, как ты заботишься о всех живых существах? и до того, как она спросила, она положила муравья в спичную коробку. Это репетическая история. И Господь сказал, я заботюсь о всех живых существах вот так. Перед тем, как ты положил муравья в спичную коробку, я туда положил крошку хлеба. И она открывает, и муравей сидит, вроде бы, он как бы, он зажжет на пространстве, он там сидит и живет крошку хлеба. Господь, прежде чем, допустим, птичка, где рождается, у нее там есть птичий корм. Если слон где-то рождается, значит, там есть что есть слону. Слов не будет рождаться там, где нет для него пищи. Так Господь заботится о всех живых существах. И наша идея, что человек как бы правит миром, и он сам создает ситуацию, это полная чушь. Бог сто процентов все контролирует. Насколько будет глобальным прикупление, он все контролирует. Если слишком глобальным, он может опять картуз сделать. Когда картуз был, за шесть месяцев земля остыла, потому что перестали летать самолеты, как бы, и все просто глобальное похолоднение наступило, резко. Вот. Ну, то есть, знаете, Богу вот так вот легко взять и сократить популяйшн населения или уменьшить жару на планете. Он специально не делает это, чтобы мы начали шевелить мозгами. Он учит людей коллективному разуму. Он пытается сделать так, чтобы эти все вот эти вот программы Greenpeace, чтобы они реально действовали так сильно, чтобы люди на всей земле заботились об этом, чтобы источники энергетики были такими, которые не разрушают планеты. И такие источники энергии существуют. Эти источники энергии создал Бог. И ведох описаны какие источники энергии, которые люди будут применять, планета перестанет разрушаться. Знаете какие источники энергии? Эти источники энергии называются гравитация. И есть реманика шастра, допустим, веда, такое священное описание, в котором описаны материалы, которые надо соединять между собой, чтобы создавать летательный аппарат. Есть материалы гравитация плюс, есть материалы гравитация минус. Если их соединить, то как магнит вещество открывается от Земли и сеть воздух. И это описано, но к сожалению ученые не могут понять, что именно они там писали, потому что все названия уже устарели. Но если ученые пойдут этим путем и начнут изучать материалы на Земле гравитация плюс, гравитация минус, они научатся правильно это комбинировать, то машины будут ездить без бензина, самолеты будут летать без топлива, все будет над землей парить, пределы гравитации земной, все будет очень хорошо двигаться и проблем никаких не будет. А то, что нужно вне Земли вывести, это уже на квантах света такое движение может то есть когда гравитация преодолена они легко будут преодолеть если аппарат кто-то знает а потом с помощью квантов света может куда угодно лететь с помощью вот этих энергий звезд которые светят эту энергию тоже можно использовать для движения поэтому и это тогда будет экологично если мы используем ту энергию которую Бог создал а не сами создаем вот мы бензин делаем а есть энергия которая Бог создал она существует сама действует и если ее использовать то когда будет экология но люди рано и поздно к этому придут и вот это почему идет глобальное покепление потому что есть правители мира которые специально это делают чтобы уничтожить человечество я знаю откуда пришла эта эгория есть такой домик неизвестного архитектора у которого двери открывают только с одной стороны вот некоторые люди очень талантливо попадают в этот домик как нас когда водили в меднестуле в этот домик на экскурсию там говорит вот смотрите вот человек больной с шизопрением он улыбается такой по-доброму разговаривает его узнали как его зовут и она говорит люди бывают так болеют что у них болезнь она не проявляется везде а только в каких-то идеях это называется глобальной идеей но вот этого человека в частности болезнь начинается когда он читает свои творения он обожает свои творения читать когда он начинает читать он заболевает этой болезнью а так он нормально и она попросила прочитать пожалуйста поэму Евгения Онегина он наизусть все знает и очень красиво выразительно читает начал читать Евгений Онегин прошло пять минут он залез на стул продолжил читать еще пять минут прошло он снял штаны мы его спросили почему он штаны снял она говорит для того чтобы более впечатление от вас впечатление от Евгения Онегина чтобы были сильнее вот это примерно вот эти глобалисты все они немножко ну вот эти люди которые боятся вот эти коллективный страх вырабатывают ходит там пчелы помол земля погибнет там и многие люди этому верят потому что сама склонность вера в невежестве она существует и если начальника есть вера в невежестве то он развалит коллектив если он начнет культивировать вот эти идеи там глобальное потепление там в глазах квадратные там солнце потухнет солнце потухнет масоны захватили мир там пчелы сдохнут плюс всех убьет так Олег Иванович глобальное потепление это же не какие-то это же считаете сейчас там все и G7 и G20 все эти страны они четко в этом направлении двигаются они с этим глобальное потепление идет оно идет но не надо ничего бояться потому что Бог контролирует все вот это нам надо изучить как Бог контролирует этот мир надо изучить Бог дает людям возможность сейчас пока самим разобраться неужели эту красивую планету красивую планету которую Он создал Он просто так даст возможность погубить Он смотрит на нас дает нам возможность самим справиться а если мы не справимся значит Он с нами справится У него есть много способов сделать так чтобы не было глобального глобального потепления в общем все эти все эти люди которые борются глобальный 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 они в конце ноября в ноября здесь бывали будет коп митинг и для меня это так смешно что все они борются но from all over the world они пытаются в Дубае чтобы собраться и борются с глобальным потеплением но что вы говорили сейчас that makes sense потому что они все соберутся все таки они все время собираются и они все очень умные люди все таки и бог же и от всех конечно да однозначно но там тоже много смешного вот допустим взять в Европе они там глобальное потепление там экологические виды энергии но когда не стало энергии хватать они все начали строить атомные электростанции то есть те страны которые больше всего борются с этими энергиями они сейчас начали очень интенсивно строить атомные так это самая опасная вообще атомная энергетика это самое вообще что ну Чернобыль этим только взять чего стоит вот да Хиросима там Нагасаки это же опыт колоссальный в земле и когда человеку что-то надо он как бы все теории заканчиваются начинается просто выживание на самом деле это важно в экологии важно все страны мира этим занимаются Россия тоже этим занимается но никто не будет это делать в ущерб себе они как бы каждая своя рубашка ближе к телу и есть два типа мышления есть преес мышления а есть шреес это на сосклих два строка преес означает что человек делает то что ему приятно и выгодно сейчас и вся земля как сейчас живет а шреес означает мышление которое приводит планету к благоденствию и вот это мышление шреес это мышление божественным природами только верующие люди только религиозные люди очень духовные люди способные понять как развивать планету вот например верующие люди понимают что жить на природе самая лучшая жизнь так зачем когда делать высотки если на природе жить самая лучшая вот на этом верхнем этаже идет вон это ваша шариф вот этот он болтается на 2 метра на самой верхушке и как там жить это вибрация колоссальная просто человек неустойчивое состояние это просто не место для жизни жить выше пятого этажа портить здоровье люди не знают об этом но если люди имеют хотя бы чуть-чуть связи с образом они это легко поймут что все искусственно создано человеком все его губит генной инженерии его губит все эти яблоки которые там выведены селекционно все они такие хорошие как яблоки которые вывел бог даже животные вот взять там мул как сделали из лошади вместе скрестили со слом это что устойчивое животное нет оно даже само себе воссоздать не может ну то есть все что люди сделали это все имеет недостаток вот допустим сейчас в россии взять вот прикол в горах в россии спокойненько никого не трогая рос определенный тип борщевика растения которое из-за того что в горах им надо было выживать и там очень много разных приспособлений у этого борщика возникло он с помощью корней может размножаться если корни разрубить они будут дальше расти семена которые опали раньше чем созрели семена заливаются борщевика они могут лежать несколько лет в почве прежде чем прорастить вот несколько за сезон несколько раз заливание происходит вместо одного вот маленькое растение может и не расти до крупного и ему не требуется много кислорода когда борщевик прорастает там тысячи растений то они пользуются минимальным количеством кислорода им это комфортно а все остальные растения вздыхают от минимального количества кислорода и вот это растение сдуру взяли и для того чтобы кормить скот короче взяли его начали засевать не на горах а по всей России и в результате растение еще обжигает людей может как бы даже ослепить слепоту вызвать и оно потом обнаружили что оно генетические модификации делает у животных которые вы едят хотя они это растение очень весистое и животным оно очень хорошо доит молоко там пошло рост мяса там все как бы классно было сначала потом оказалось что короба эти постепенно портится у них молоко они начинают оно становится невкусным и они в конце концов там начинают болеть все эти животные и решили что это ядовитое растение врачевик плохое растение решили мы уже по всей России рассеяли и сейчас его вывести просто нереально с ним ничего не сделаешь вообще даже если его сжечь там все равно от корней все пойдет корни на 2 метра в глубину идут и кто-то вытащит нереально просто ну то есть вот такое растение почему так получилось потому что человек решил по-своему сделать не надо было его с горы стаскивать то что здесь растет храни то и выращивает взяли стащили с горы в красении там приспосабливалось а здесь ему хорошо ему надо приспосабливаться оно как поперло и все ну то есть вот это указ на нашу глупость и Бог нас так учит Он нам показывает таким образом как надо жить как не надо и Он дает нам возможность ошибаться дает нам из-за своих ошибок мы страдаем вот мы строим сейчас высотки это ошибка человечества там невозможно ни работать ни жить на высотке это же надо строить шире а не строить высоту вот так надо правильно если людей больше шире строить везде озеленять надо все пустыни как бы превращать в оазис вот этим надо заниматься высоту там невозможно жить там вот так колбасит откуда луктисты рождают дети когда нет контакта с землей у матери у нашего ребенка нет контакта с землей она высоко живет у нее напряжена матка постоянно потому что земля расслабляет вода земля расслабляет весь стихий а воздух напрягает если воздуха много воды нет и земли нет то женщина с напряженной маткой ходит и потом ребенок напряженный всю жизнь остается это результат один из вариантов почему это высокий этаж один из вариантов но бог же не сделал высокие этажи он сделал на земле человеку дать возможность если люди вот так мыслят они будут жить на земле питаться нормальными продуктами и будут здоровыми и счастливыми но все что я вам рассказал не надо воспринимать как глобальной теории люди специально для уничтожения людей построили высокие дома как анекдот это мужик попал на конкурс алкоголик попал на конкурс кто больше в воде просидит и как бы он просидел дольше всех и он спрашивает какие техники у вас йога пранаяма циклон он говорит какие техники за горягу зацепился слишком большое значение как мы всем придаем понимаете все из всего делаем какую-то теорию люди просто живут там строят просто высокие дома просто тупо жмут бензин и потепление идет но как бы не так не надо слишком большое значение человеческим мозгам придавать и да есть какие-то люди которые размышляют по поводу земли некоторые из них хотят сократить численность земли но как бы это все не их дело потому что они не являются богом есть господь который управляет этим миром и это надо всем понять и когда этот человек понимает ему счастливо и радостно жить потому что самое любящее существо в этом мире это то существо которое находится прямо вот здесь сердце как в телевизоре смотрит на все что происходит в сердце каждого живого существа находится Господь и он все видит в сердце в сердце в сердце Продолжение следует...